Здравствуйте. Меня хорошо слышно, нет? Мой доклад называется «Что произошло с теорией Дарвина?». Но сразу хочу вас успокоить, ничего страшного с ней не произошло. Вот она как была, так и есть. Но за 150 лет, которые прошли первое издание происхождения видов, уже 160 в следующем году будет, она довольно сильно изменилась. Время течет, какие-то новые открытия происходят. И вот как она изменилась, и какова современная теория революции, вот как раз об этом мы с вами и поговорим. Мой доклад будет состоять из следующих частей. Сначала я расскажу, что, собственно, менялось, то есть структуре логики, логика теории Дарвина. Второе, почему ее надо было менять, что в ней было не так. И, собственно, как она менялась, и в чем современное положение современной синтетической теории революции. Ну и напоследок, а что же дальше происходит? Значит, синтетическая теория революции, она где-то в середине 20 века укрепилась еще за полвека, довольно многое произошло. Но прежде всего это разгадка структуры ДНК, и что дало секвенирование ДНК и молекулярной филогении, молекулярной эволюции. Значит, структура теории естественного отбора. Основой для происхождения видов Чарльз Дарвина считал индивидуальную изменчивость. Она делится на определенную и неопределенную. Определенная изменчивость сходным образом проявляется у разных видов, и мы можем ее предсказывать на основе нашего опыта. Тут есть эта указка-то, нет? Ага, вот она. Значит, это половая изменчивость. Господи, что там дальше? Возрастная и сезонная. Ну, поскольку она определенная, то она подчиняется каким-то закономерностям. И эти закономерности нам надо как-то объяснить. Вот как закономерности объясняются, это, собственно, теория и должна, собственно, рассказывать. Поэтому, вот как основа для чего-то изменения эволюционных, она не очень хороша. Поэтому, так мы ее пока оставим за скобками, обратимся к неопределенной изменчивости. Значит, она, в свою очередь, делится на наследственную и ненаследственную. Наследственная, соответственно, передается по наследству, ненаследственная никуда не передается. Поскольку она никуда не передается, то для эволюции она тоже особо не важна. Значит, помимо вот этой неопределенной наследственной изменчивости, есть еще борьба за существование. Это замношение организма с окружающего средой. Значит, тут много всего. Это факторы неживой природы, сонтажение хищник-жертва, межвидовая конкуренция, воздействие человека и, наконец, внутривидовая конкуренция. Взаимодействие двух этих факторов наследственной изменчивости и борьбы существования приводит к естественному отбору. Это сохранение благоприятных землянных различий и уничтожение вредных процессов борьбы существования. Естественно, отбор приводит к адаптациям представления организма к условиям существования. Одна из адаптаций – это как раз и есть определенная изменчивость – половая, возрастная и сезонная. И кроме того, Дарвин считал, что оборотной стороной медали адаптации является видообразование. Разные особи внутри вида предпоставляются к разным условиям существования и так образуются разные виды. Но об этом стоит немножко поподробнее поговорить. Как происходит видообразование. Собственно, не секрет, что само к идее видообразования Чарльз Дарвин пришел на Галфоготском архипелаге островов, а именно наблюдая за зеленными вьюрками. В них, что самое замечательное, у них такая плавная изменчивость по толщине криво. И, соответственно, они по-разному питаются. С толстым клювом, у него клюв сильный, он способен расщеплять, например, косточки вишен, добывая оттуда ядра. А с тонким длинным клювом он в основном насекомоядный, больше насекомым питается. И если мы посмотрим на кривую распределения этого признака, то получится такая колокобразная галфосовая кривая. То есть особи со средним значением признака больше всех. Они, наверное, всеядные, препятаются и чего найдут, и семенами, и червячками. А чем мы больше отклоняемся от нормы, от среднего значения признака, тем этих особей меньше. Поэтому основная конкуренция будет среди среднего класса особей с защитным желтым цветом. И поэтому отбор будет действовать против вот этих серединных особей, там вот с телочками гнула. Поэтому со временем мы должны наблюдать, что вот эта колокобразная кривая становится два пика, и в конце концов образуются два разных вида. И вот этот процесс так во времени можно посмотреть. И поэтому Дарвин предполагал, что в основном эволюция имеет вид такого ветвящегося древа. И в частности вот этих земляных фьюрков. Вот современные виды земляных фьюрков, они тоже как на веточках этого дерева сидят. Значит, что не так было с этой теорией эволюции? Значит, вообще теория эволюции произвела большое впечатление на ученых того времени. в 1959 году вышла в свет происхождение видов, и как-то сразу все люди разделились на два лагеря. Те, кто так сразу воспринял теорию эволюции положительно, и те, кто к ней критически относился. Но в основном критика была такая эмоциональная, людям не нравилось происходить от обезьяны, поэтому Дарвины часто изображали в виде обезьяны. Но была и конструктивная тоже критика, в частности, замечания шотландского инженера Флеминга Дженкина. Он был изобретателем, много чего хорошего, интересного произозвел. Как раз он изображен в кругу своих изобретений. В частности, самым значимым изобретением он изобрел телеграф. Но в биологии он известен прежде всего как критик теории Дарвина. Сейчас, если вы наберете в гугле кошмар Дженкина, то там будет такая картинка в виде цветочков. На самом деле замечание Дженкина звучало по-другому. Давайте я зачитаю. Предположим, белый человек потерпел кораблекрушение и попал на остров, населенный неграми. Наш герой, вероятно, станет королем. Он убьет великое множество черных в борьбе с существованием и будет иметь огромное количество жен и детей. В первом поколении будет несколько дюжин семилетних смышленых молодых муратов, в среднем происходящих по интеллекту негров. Но может ли кто-нибудь поверить, что весь остров постепенно приобретет белую и даже желтую популяцию, и что островитяне приобретут энергию, храбрость, изобретательность, настойчивость, самоконтроль, выносливость, то есть те качества, которые фактически отбирает борьба с существованием, если она может что-либо отбирать. Но если сейчас вот такую вот цитату произнести вслух во всеуслышание, то слушатели нам вернет в воду репь. Вот кто-то явным таким национализмом, пахнет если не фашизмом. Но на самом деле люди в 19 веке сильно отличались от нас, и черные были для европейцев рабами, и такой взгляд был основной. И надо было пройти через горнила двух мировых войн, чтобы как-то идея национализма так-то поугасла немножко. И надо отдать должное Дарвину, что он не разделял эти идеи рабства и превосходства белой расы. Достаточно почитать его «Путешествие на корабле Бигелька», где он спорил с кораблем Бигельфицруем, тот оправдывал родство, а Дарвин считал это унизительным для человека. Собственно, Дарвин был человеком XX века и по мировоззрению и по складу ума опередили свое время лет на сто, по крайней мере. И поэтому, когда возвращаясь к Дженкину, когда да, во-первых, почему кошмар Дженкина, потому что Дарвин много бессонных ночей провел, пытаясь уйти от этого логического парадокса, но так ничего и не придумал путного, поэтому в историю биологии он вошел под названием кошмара Дженкина. И сейчас обозначают его в виде таких цветочков, чтобы, не дай бог, никакого национализма не было. длинного допустим, что в популяции какого-то растения появился благоприятный новый признак – растение с длинными листьями. Но он благоприятный, это растение получит преимущество борьбы с ваней, переда свой признак потомству, который тоже получит преимущество борьбы с ваней. Но пока-то это растение существует в единственном числе и должно размножаться с растением таким признаком необладающих. Поэтому в ряду поколений, просто уже к третьему поколению потомства этого длиннолистного растения ничем не будут отличаться от других растений этого же вида. Собственно, Дженкин об этом же и говорил, поэтому сейчас не на людях, а на цветочках его объясняют. На самом деле кошмар Дженкина снимался достаточно легко. Спустя 7 лет после выхода светоприсаждения видов в 1065 году чешский монах Грегор Мендель опубликовал свою статью «Опыдно растительными гибридами», где наглядно было видно, что никакого растворения признака не происходит, признаки наследуются дискретно, что легло в основу современной генетики. Вот если скрестить горох, на горохе он работал с фиолетовыми цветами, с горохом с белыми цветами, то в первом поколении все будут фиолетовые, но белый цвет никуда не денется. Во втором поколении примерно три части из четырех растений будут иметь фиолетовые цветы и одна часть белая. И, соответственно, с теорией революции снимался вот этот кошмар Дженкина, логический парадокс. Но, к сожалению, для Дарвина эта статья Менделя оказалась неизвестной, поэтому сам Дарвин от этого парадокса не ушел. И вообще статья Менделя не нашла должного отклика среди современных ученых. Но спустя 35 лет в 1900 году закономерности наследствия были вторично открыты, в частности Гугл Дифризм. Но первые 30 лет 20 века с возглавления генетики первые 30 лет можно считать годами кризиса дарвинизма. Генетика сама принятовала на роль эволюционной теории. Гугл Дифризм считал, что роль отбора достаточно минимальна, он его не отрицал, но говорил, что он просто играет роль сита, которая отсеивает полезные мутации, проводит и уничтожает вредные. И разные виды происходят в результате закрепления единичных мутаций. Как иногда происходят породы домашних собак. Но такса от добермана отличается тем, что такс короткие ноги. Дуберман длинные. И это всего одна мутация. Надо сказать, что сторонники дарвинской теории тоже на месте не сидели. в частности Альфред Уоллес, который вместе с Дарвином тоже открыл закон естественного отбора. Он говорил, что вот эти единичные мутации, они, скорее всего, роли для эволюции большой не играют, а эволюция происходит плавно и непрерывно. для эволюции имеют значение количественные признаки. И в природных популяциях всегда имеется большой запас наследственной изменчивости. Но генетики тоже сложа руки не сидели. Вот датский генетик Вильгельм Агансон говорит, хорошо, возьмем количественные признаки и будем проводить отбор по такому признаку, как вес семян фасоли. В любой группе растений есть изменчивость по этому признаку. Если разложить в виде гауссовой кривой, то получится семян, которые маленькие, их мало, которые слишком большие, тоже мало, больше всего средних. Если мы будем проводить двойной отбор на увеличение веса семян на уменьшение, то какое-то время отбор будет эффективным. И скорее всего получим вот такую картинку, то есть какая-то группа семян с большим весом, также есть группа семян с маленьким весом, вот они происходят в такой изменчивости, но лишь до какого-то этапа, пока есть наследственные компоненты вот этой изменчивости. Через какое-то время отбор станет неэффективным, и сколько долго бы мы не отбирали эти семена, вот общий размах изменчивости останется таким же. То есть в основе даже таких количественных признаков, как вес и размер семян фасоли, тоже листуют качественные изменения наследственного материала, то есть мутации. На самом деле глубоких противоречий между дарвинизмом генетикой не было, и разногласия крылись в разных подходах. Генетики были экспериментаторами, а эволюционисты, дарвинисты были натуралистами, то есть исследовали изменчивость в природных популяциях. И чтобы найти точки соприкосновения между двумя этими отраслями биологии, нужно было совместить оба подхода, натуралистический и экспериментальный. Это сделал наш соотечественник Сергей Сергеевич Четверяков. Он провел очень простой опыт, он взял мушек дрозофил, это классический объект генетиков, но взял он их не из лабораторных популяций, а из природных. Все они выглядели вот так, как такая нормальная дрозофила, а в лабораторных условиях он подверг их близкородственному скрещиванию и получил все разнообразие мутаций, которые были известны уже для лабораторных популяций дрозофила. Тем самым он доказал, что, во-первых, тезис генетиков, что основа любых эволюционных изменений служат качественные изменения генетиков, мутаций, и тезис друминистов, то, что в природных популяциях мутации накапливаются в достаточно большом количестве и до какого-то времени не проявляется внешний облик в генетипе. К сожалению, заложив основу для синтетических революций, Сергей Четверяков не смог его завершить, потому что был репрессирован по ложному обвинению. Один из студентов рабфаковцев написал на него донос, что он предвзято оценивает его успехи. В какой-то степени Сергею Сергеевичу повезло, что он был одним из первых репрессированных, поэтому физически у него не уничтожили, но сослали в Свердловск, на Урал, он работал в зоопарке и уже научной деятельностью заниматься не мог. А приоритет в создании эволюционной теории синтетической перешел американским ученым и способствовал это Федорович Григорьевич Добжанский. Все знают Добжанского как американского ученого, на самом деле мало кто знает, что он имеет российские корни. До 27 лет, до возраста 27 лет он работал в Петербурге в лаборатории Филипченко и в 27-м году был направлен на стажировку в лабораторию Торреса Моргана, а в 30-м году, когда срок командировки закончился, в связи с изменением политической обстановки в Советском Союзе, был вынужден остаться в Америке. Это было непростое для него решение, но, как показала дальнейшая история, верная, потому что, если бы он вернулся, то бы его физически уничтожили как врага народа. А так, ничто не препятствовало дальнейшей научной карьере, и спустя 10 лет, в 1930-м году, он выпустил книгу «Генетика и происхождение видов», которая сейчас считается основопогающим трудом в области эволюционной теории, вторым по значению после теории даром и происхождения видов. Долгое время эта книга была только на английском языке, вернее, она переиздавалась в других странах, но в России она была переиздана, по-моему, еще в 2060-м году. Можно ее прочитать на русском языке, а до этого она не переиздавалась у нас. Но Четверяков и Добжанский были генетиками, а для того, чтобы как в новой синтетической теории эволюции получил на признание, она должна была получить признание прежде всего среди полевых зоологов. И способствовал этому другой ученый немецкого происхождения Эрнст Майер, но тоже американец. Он написал несколько монографий, где всячески популяризировал синтетические теории эволюции. В самом частности, он был орнитологом и изучал комплекс видов больших белоголовых чаек. Сами по себе эти чайки замечательны. Дело в том, что в районе Белого моря на Кольском полуострове обитают два хороших вида, близкородственных, но тем не менее хорошо друг от друга отличающихся, серебристые чайки, чайка-клуша. Здесь изображена серебристая чайка, а у клуши черные крылья. И там они существуют как хорошие виды, они друг с другом не скрещиваются, и внешне друг от друга хорошо отличимы. все было хорошо, но они через весь земной шар связаны с другим кольцом подвидов. Если в отрыве от этих подвидов рассматривают, то эти хорошие виды, а если вместе с этими подвидами, то получается, что это подвиды, а не виды. Такие комплексы формы называются кольцевыми ареалами. Чем синтетическая теория эволюции отличается от дарвиновской? Вот такой нарисовал табличку, где основные различия выписаны. Единицей эволюции в дарвиновской теории эволюции является организм. Организмы с вредными признаками отбираются, гибнут, а с полезными выживают. А в современной теории эволюции единицей эволюции является популяцией. То есть неважно, какой организм какие гены несет, важно, что в самой популяции пул вредных аллелей вредных вариантов генов со временем уменьшается, а полезных увеличивается. Факторов эволюции у Дарвина один, это естественный отбор, а у синтетической теории фактором эволюции называется то, что те причины, которые меняют соотношение аллелей генов популяции из поколения в поколение. Их несколько, это мутации, естественно, отбор, половой отбор и древ генов. Видообразование с точки зрения дарвиновской теории это следствие адаптации, я уже подробно расписывал на дарвиновных вюрках, а синтетической теории эволюции это независимо от адаптации процесс. И понятия вида тоже различны принципиально. Во время Дарвина господствовала типологическая концепция вида, виды различаются различием, а синтетическая теория биологическая концепция так называемая вида, которую Эрнст Майер предложил, то, что виды отличаются об особенностенности, потому что они в природе друг другу не скрещиваются. Это принципиальное различие, сейчас давайте об этом поговорим. Значит, что стало с типологической концепцией? Вот на примере каменных куропаток или кекликов, я это объясню. Значит, это близкие виды, вот они распространены достаточно широко в Евразии, всего их семь разных видов, вот и с друг другом они, ареалы не пресекаются, там, где они контактируют, есть гибридные зоны, то есть, с точки зрения типологической концепции, они нормальные виды, они друг от друга достаточно четко отличаются по нескольким признакам, но с точки зрения биологической концепции, это не очень хорошие виды, поскольку они гибридизируют в природе, в этом местах зоны контакта. Но все было бы хорошо, для патерологической концепции их вполне мы можем считать разными видами, но вся проблема в том, что даже если мы возьмем вот какой-то один из этих видов, то там тоже мы можем описать какие-то локальные популяции, которые друг от друга будут отличаться. В меньшей степени, но тем не менее. Вот у кого-то окраска рыжая, у кого-то серая, у кого-то поменьше воротничок, черный побольше. И так можно без конца продолжать. если виды различаются различием, то почему бы их тоже не назвать разными видами, хотя язык с трудом поворачивается в какие-то разновидности в пределах одного вида. И с принятием биологической концепции вида. И вот так все описывали, описывали, и лавинообразно увеличивается количество видов, но где-то в начале XX века, когда была принята эта биологическая концепция вида, то произошла ревизия видов, и у птиц видов стало около 9 тысяч, и за последние 50 лет их количество не увеличилось. А количество подвидов, которые различаются по окраске, продолжают увеличиваться, и тоже конца и края этому процессу не видно. То есть этот график показывает, что биологическая концепция более-менее объективна, что ли, С точки зрения биологической концепции виды отличаются не различием обособленности. Обособленности видов поддерживаются системы изоляющих механизмов, и, собственно, процесс видообразования заключается в становлении системы изоляющих механизмов. А сами изоляющие механизмы это свойства особи близких видов, которые препятствуют междеводовому скрещению или понижают его успех. Они делятся на экологическую, которая в свою очередь бывает, сезонная биотопическая изоляция, поведенческая, это различие в окраске, запахе, голосе или брачных демонстрациях, и генетическая, это нижеспособность или бесплодность гибридов. И вот картинки, вот показывают примеры этих изоляющих механизмов. сезонная изоляция, есть два подмосковных вида лягушек, травяная лягушка и остромордная. Внешне друг от друга они не отличаются практически, но остромордная чуть морочка подлиннее, но размножаются в разные сроки. Вообще лягушки зимой спят, впадают в спячку, а когда снег тает, они просыпаются и сразу приступают к размножению. Травяная лягушка несколько более холодоустойчива, поэтому сразу, как где-то в начале мая или в конце апреля она просыпается и где-то дней за 10 она с успехом с процессом размножения с успехом справляется. А остромордная просыпается, когда установились положительные ночные температуры и практически весь снег лисус стоял и тоже сразу приступает к размножению, но, как правило, травяная лягушка к этому времени уже нарестилась, поэтому они не скрещиваются. Пример поведенческой изоляции два вида куликов обыкновенный бекаса и обыкновенный дупель. Отличаются друг от друга только тем, что у дупеля есть белые перья по краям хвоста, а у бекаса перья серенькие. Это единственное различие, но по брачному поведению очень хорошо различаются. Бекаса атакует в воздухе, летая над лесными полянами, болотами, по краям лесных озер или вдоль дорог. Время от времени они отводят в сторону крайней перья, на хвосте пикируют вниз, издается громкий звук, напоминающий блене барашка. А дупеля таких полетов не совершают, они собираются на така и сам сидируются друг с другом, а сам оценивают победителей. И пример генетической изоляции это две маленьких птички, мухоловка пеструшка и мухоловка белошейка. Здесь изображена пеструшка, а у белошейки белый ошейничек. Внешне они очень похожи, но гибридные самки бесплодны. Они оставить потомство не могут. Самцы плодовиты, а самки бесплодны. Поэтому в природе они скрещиваются на процент гибридов всего 4%. В природных популяциях. Вот основные различия между дармской синтетической теорией революции. Но синтетическая теория революции где-то в середине XX века сформировалась, даже в 30-х годах. Прошло уже достаточное время, 70 лет, но новая теория революции не появилась. Дело в том, что очень быстро накапливаются знания, и их очень сложно как-то систематизировать. Знания накапливаются именно в области молекулярной биологии, в области анализа ДНК. И здесь основные вехи обозначены. это основные открытия. Во-первых, открытие структуры ДНК в 1953 год, Джеймс Осен и Фрэнсис Крик. Дальше, в 1983 году Карим Муллисом была открыта полимеразная цепная реакция, или ПЦР. Это основной метод анализа ДНК. Все остальные методы, сейчас секвенирование ДНК, основаны на полимеразной цепной реакции. В 2006 год полногеномное секвенирование, которое сейчас буквально очень быстрыми темпами развивается. Еще буквально 10 лет назад оно было недоступно. Сейчас, по крайней мере в Америке, это поставлено на поток. Но пока эти исследования достаточно дорогие, но они все время дешевеют. И те специалисты, которые занимаются полногеномным секвенилимом, говорят, что еще лет через 10 будет правилом хорошего тона, что у всех в медицинской карте будет полная расшифровка его генома и обозначены, какие вредные мутации человек несет и что с этим следует ему предпринять соответствие. Для теоретических разработок главное открытие это теория нейтральной эволюции. Считается, что молекулярная эволюция в основном нейтральна, происходит, к естественным отбору никакого отношения не имеет. И на этой основе разработаны методы молекулярной филогенетики. Эволюционные деревья строятся на основе генов, которые к эволюции, к поддействиям естественного отбора отношения не имеют. Таким образом мы можем строить два типа филогении по морфологическим признакам, которые подвержены действию естественного отбора. Независимая оценка это молекулярная эволюция, которая линейки поменяется. Мы можем независимо оценивать эволюцию по действиям естественного отбора и эволюция генов, которые происходят по каким-то другим законам, по нейтральным. Как действует метод молекулярной филогенетики? Наверное, нагляднее всего понять это, представив такую ситуацию. Допустим, что в каком-то первобытном обществе там среди пупуасов Новой Гвинеи или где-то аборигенов в Центральной Африке есть такая традиция. Каждый раз, когда сын врождя достигает совершеннолетнее, ему вручается символ власти копье или жезл с нанесенными цветными кольцами. Этот жезл точная копия жезлового отца за тем исключением, что один из дисков случайным образом меняется на диск другого цвета. Если бы такая традиция у кого-то существовала, тогда бы по рисунку жезлов вождей мы могли бы устанавливать родословную популяцию. Вот так примерно это бы действовало. Допустим, этот жезл и вот эти цветные диски. Для простоты возьмем, что их всего восемь. Все диски белые, второй диск черный. И дальше происходят эти сональя. Случайным образом один диск меняется. У этого появился зеленый диск на седьмом месте, у этого на восьмом месте. И дальше они передаются так дальше. И получаем такую картинку. Вот можем восстановить родословную. Правда, тут некоторая сложность есть. Мы имеем дело только с последними дисками современными. А вот это, то, что было в прошлом, для нас недоступно. Надо самим выдумывать. И почему мы можем угадывать? Да, вы уже, наверное, догадались, что жезлы это ДНК, а диски это отдельные нуклеотиды ДНК. И поскольку они неподвижны естественному отбору, они меняются случайно. Замена диска это мутация на замену нуклеотидом. Почему мы можем восстанавливать вот эту родословную? Потому что вероятность обратной мутации, что на первом шаге появился зеленый диск на седьмой позиции, то, что на следующем шаге возникнет какой-то красный диск. На четвертой позиции вероятность этой мутации гораздо больше, чем обратной мутации, то, что зеленый диск обратно поменяется на белый. Это действительно так, потому что вероятность несложно посчитать. Именно поэтому мы можем строить филогенетические деревья. Но когда популяции немного, в данном случае всего пять, и дисков немного, мы можем на бумажке все это дело начертить, но когда размер нуклеотидов идет счет на тысячи, а популяция на десятки, то на бумажке это уже начертить достаточно сложно. И тут на помощь приходит компьютер, и компьютер отличается от нас тем, что он очень быстро считает, но при этом логика у него более простая. поэтому применяется метод так называемой просимонии или экономной эволюции. Компьютер строит все возможные деревья, все возможные сочетания, какие только может быть, а потом изменяет длину этого дерева. Длина дерева складывается из количества шагов, которые нужно, чтобы построить. Вот это один шаг, это уже второй шаг, и количество этих веточек посчитать, получится длина дерева. При этом мутации могут быть прямые, могут быть обратные. То есть мы допускаем, что обратно может поменяться вот этот зеленый диск обратно на белый. Но при этом шаг дерева это еще один шаг, он увеличится. И вот метод просимонии утверждает, что подобно то дерево, которое имеет наименьшую длину. Ну действительно, хотя этот метод очень простой, допущение простое, оно хорошо работает. И в большинстве случаев действительно оказывается так, что с помощью вот этого метода просимонии мы можем строить филогенетические деревья, и они будут в общем-то совпадать с теми деревьями, которые мы строим на основе морфологических признаков. Ну вот так вот выглядит на экране компьютера вот и ДНК разных видов. В данном случае это фазаны. Вот это разные виды фазанов и один ген это там написано, что это такое. Цитохром B обычно берется митохидриальный ген, который передается по материнской линии, и по нему строятся филогенетические деревья. И вот такое дерево, которое было построено для этих фазанов. вот видно, обыкновенный фазан и японский фазан образуют такую веточку одну, вторую веточку образуют королевский фазан и леота и медный фазан, и отдельно от них стоят еще веточка из двух фазанов Эдварда и Свайна. Ну вот никаких противоречий логических это дерево не вызывает. Действительно вот обыкновенный фазан похож на японского. Единственное, что этот рыженький, этот зелененький. Королевский фазан и леота и медный фазан и такие длиннохвостые фазаны. Вот они желтые, другой медный вот такой. Фазан и леота тут просто такая фотография упала, что у него тоже длинный хвост, но он красный такой. И фазан Эдвардс и Свайна они больше на кур похожи и синего цвета. Как мы построили дерево по морфологическим признакам, так же оно примерно строится и по генетическим. Но не всегда так получается. Например, нам же интересно, откуда мы произошли. Дарвин говорил, что мы произошли от обезьяны. И во время Дарвина сам он построил такую систему. И до молекулярной феррогении собственно она и была принята. Что весь отряд приматов делится на обезьян на полуобезьян или лемуры и собственно обезьян. Обезьяна в свою очередь делится на широконосых обезьян или обезьян нового света и обезьян старого света. Обезьяна старого света делится в свою очередь на мартышек и семейство человекообразных обезьян и семейство людей. И семейство людей произошло от человекообразных обезьян. Человкообразные обезьяны это гиббоны, орангутаны, гориллы и шимпанзе. По логике Дарвина что сначала делилось ветвь ведущих человекообразным обезьянам их людям, а потом уже разделились современные виды человекообразных обезьян. Тогда мы можем говорить, что человек произошел от обезьяны раньше, чем современные виды человекообразных обезьян. На самом деле все не так. По молекулярной филогене мы произошли конкретно нашим ближайшим эволюционным родственникам являются шимпанзе. А гориллы и орангутаны они произошли раньше. И по современной систематике нет семейства людей. Есть семейства гоминид или человекообразных обезьян. То есть кто-то на радость тем, кто скептически относится к идее, что человек произошел от обезьяны, могу сказать, что современные молекулярно-генетические исследования эту точку зрения подтвердили. человек не происходил от обезьян, он просто не успел еще. Человек просто есть одна из видов человекообразных обезьян. Но ладно с человеком, есть гораздо более такие интересные данные. Пять минуточек, у меня осталось, да? Ну вот как раз я успею. Значит, вот молекулярная систематика парнокопытных. Значит, ну, все вроде бы подтверждается. вот верблюды имеют близкое отношение к парнокопытным. Парнокопытные делятся на жвачных и нежвачных. Вот, значит, жвачные, нежвачные это свиньи и бегемот, а жвачные это олени, всякие козлы, антилопы, жирафы, очень много всего. Но каким-то образом тут киты сюда попали вообще между бегемотом и свиньями. ну, как-то выйти из этого положения можно двумя путями. Значит, можно объединить их тоже вместе с парнокопытными в один отряд. Тогда их называются киты парнокопытные, но как-то чего общего между лошадью, не лошадь, простите, а коровой и китом, да, дельфином, ничего общего. Поэтому может быть лучше выделить два отряда свиньи и парнокопытные. Собственно, свиньи на самом деле действительно достаточно сильно отличаются от других парнокопытных, грубо говоря, хищники, да, остальные травоядные. Можно так пойти, но как ни крути, бегемот это такой кит. Чего не говорить, а бегемот это кит. Вот, и на первый взгляд это кажется очень странным, неправоподобным, но на самом деле это подтверждается и палеонтологическими данными. Дело в том, что и парнокопытные, и парнокопытные, и хищные, и китообразные происходят от древнего отряда канделяртр, это такие хищные и копытные. И вот восстановлен эволюционный ряд древних китов. Вот самый древний петицетус, он был размером с волка, но вел околоводный образ жизни и охотился, наверное, на каких-то водных животных с берега, а может быть и как засадник из воды на каких-то приходящих на водопой животных. Дальше следующий эволюционный амбулацетус, это вел образ жизни крокодила, то есть хищник-засадник, который на молководе в глубине прятался, охотился на приходящих водопои животных. А дальше уже все спускается в море, вот ископаемый китал базилозавр, он как дельфин, или как кашелот, наверное, но вот у него еще сохраняются вот задние ножки такие. Вот, все, что я вам хотел рассказать, вложился вроде вовремя. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то поднимите руки, я к вам подойду. Благодарю за лексу в первую очередь. У меня вопрос, как вы относитесь к теории смешения рас, ваше отношение в принципе. перспективы смешения рас? Вот теория смешения рас, перспективы возможны. Ну, собственно говоря, они же все смешались, потому что на молекулярном уровне, молекулярном генетическом уровне расы не различаются. Мы не можем, нет такого молекулярного маркера, по которому мы могли бы отличить расы, не найденные до сих пор. о потере культурных ценностей, разложения стезиалов. Это уже к биологической эволюции имеет отношение. Вот ваши отношения в принципе. Я спокойно к этому отношусь. Спасибо. Я человек мира в этом плане. АПЛОДИСМЕНТЫ